всем привет дорогие друзья и гости нашего канала давно мы с вами не виделись дня три я не снимала потому что я эти три дня была не живая не мертвая я такое пережила в общем у меня было очень сложное удаление зуба кистозного зуба передо мной удаляли зуб халилу и буквально там три минуты доктор удалял ему зуб кеша я тебя прощу успокойся кешенька будь человек а на следующий день удаляли мне ребята у меня наверное удалял минут двадцать этот зуб во первых этот зуб проблемный он у меня над корнем киста поэтому его очень сложно было удалять он не его удалял в три этапа сначала он не удалил зуб корни остались и затем он не чистил десну то есть надо было вычистить десну потому что я так думаю там инфекция гной в общем не знаю что там было в общем нужно было потом еще почистить десну в общем это удаление длилось наверное минут двадцать двадцать пять чем я не знаю он мне сначала щипцами его удалял он настолько вот крепко сидел он вроде бы расшатывается вытащить он его не может он говорит это киста держит корни вот это говорит всегда так когда вот кистозный зуб очень сложное удаление в общем удалял щипцами потом каким-то инструментом как шило он его выдалбливал ой друзья я думала я сойду с ума у меня никогда не было в жизни такого удаления никогда и когда уже потом после удаления он не чистил десну я думала что он наверное мне в мозгах ковыряется вот вот такой вот у меня было ощущение это кошмар сделал два укола наркоза местного я все слышу я говорю я слышу он говорит ну как ты слышишь я говорю ну слышу такой мне третий укол третий шприц мне третий укол сделал общем кошмар был друзья кошмар я просто в шоке после этого мы поехали домой доктор выписал антибиотики и вот я сейчас пью антибиотики пока я в больницу не ездила он сказал что нужно подождать пока заживет хоть немножко весна и поедем клинику будем опять продолжать лечение дело в том что у меня еще один зуб как раз вот с этой стороны стороны точно такой же зуб тоже как бы болен вот но там еще не очень большая киста и он говорит что он попробует лечить попробует лечить если не получится лечение то опять удаление если и второй зуб также придется сложно удалять я наверное просто этого не перенесу какой-то кошмар и вообще не собиралась не менять зубы не ставить коронки у меня было все нормально у меня стояли коронки металлокерамические 16 лет 16 лет все эти простояли коронки и они были шикарные то есть никаких проблем у меня с ними вообще не было я сейчас врачам говорю что я 16 лет ну вот перед тем как мне врач снимал мои коронки он спросил сколько их нашу игру 16 лет он шоке был он говорит ну ничего себе вот настолько хорошо были сделаны коронки настолько классного качества дай бог здоровья моему врачу в днепре шикарные были короткие не собиралась их как бы снимать вот ну а тут просто вот у меня зуб не болел нигде ничего у меня просто появился флюс появился флюс и я думаю ну что такой зуб не болит ничего просто флюс я стала полоскать с содой с йодом в общем полоскала полоскала нифига она не помогала вот и в общем где-то полгодика я пополоскала кеша кеша прекрати и вот полгодика где-то я пополоскала ничего мне не помогло и потом думаю так нужно наверное бежать больницу не просто идти я прихожу в больницу и он не говорит что у вас киста над корнем зуба и естественно чтобы удалить этот зубы нужно снимать коронки все и никуда не деться а мне мой стоматолог который ставил коронки он не сказал что если когда-то придется коронки сняты ты уже больше не наденешь потому что они распиливаются и все это нужно говорит придется тебе ставить новые коронки и вообще как бы даже не думал об этом как-то думаю ну флюс и флюс потому что я как бы не планировала даже стали там что-то новое до менять коронки потому что я знаю что это дело затратное к этому надо готовиться здесь вот так вот получилось спонтанно и все никуда не деться никуда не деться и надо менять и надо лечить зубы вот так что друзья если у вас есть какие-то проблемы не сидите а бегите бегите завтра я еду к врачу и обязательно покажу клинику я покажу доктора доктор очень хороший профессионал он хозяин этой клинике также у него есть клиника возле соли центра для тех кто живет т.д. там очень много живет русскоговорящих может быть кто-то не знает какому врачу пойти как я например я сколько здесь жила я не задумывала в какому врачу пойти и как бы меня зубы не тревожили ну вдруг если например у вас такая же ситуация как у меня и вы не знаете какому доктору пойти то можете пойти к моему доктору вот пока как бы все идет нормально все идет отлично дальше когда он мне уже вставит коронки я вам покажу результат конечный результат сейчас у меня временные пока стоят зубы вверху у меня низ как бы низ нормальный у меня только единственное там жевательные нужно ставить мосты на жевательные зубы а здесь вот здесь мои вот в общем потом я покажу конечный результат если кому-то пригодится может быть кому-то надо не знаю какому доктору пойти я вам покажу клинику покажу доктора доктор очень приятный профессионал потому что халил у него халил у него также будет ставить имплант мы уже позже когда мне сделают всю работу потом халил хочет себе ставить имплант и коронку две коронки значит у меня спрашивали сколько стоит имплант в этой клинике значит имплант на начиная от 5000 лир цена импланта но импланты разные там и и немецкие и турецкие поэтому все нужно с врачом обсуждать по цене и какие вы импланты выберете такая же будет и цена турецкие дешевле немецкие дороже цена коронки например металлокерамическая коронка стоит полторы тысячи лир коронка из циркония диоксида циркония стоит три пятьсот тысячи лир за какие вам коронки больше подходят по цене такие ставьте разговаривала с врачом он говорит цирконий хрупкий материал это просто керамика но на безметалловая значит зубы конечно смотрится красивее цирконием они более истин эстетичны более естественные но из металлокерамики он говорит они не такие хрупкие так как там внутри металл и я вот вам хочу сказать что я вот проносила свои зубы 16 лет поэтому как бы у меня вообще не было проблем вообще с зубами вот поэтому что еще что значит доктор говорит что как на цирконий так и на металлокерамику гарантия 5-7 лет ну а дальше уже как они будут носиться как вы будете за ними ухаживать конечно если же есть деньги то ставьте цирконий если бы мне например нужно было поставить там всего десять зубов я бы наверное ставила цирконий а так как мне нужно менять двадцать один зуб то есть ставить двадцать одну коронку то естественно как бы для меня это накладно сейчас данный момент тем более мы не рассчитывали сейчас заниматься зубами вот но я люблю металлокерамику мне нравится и никаких проблем у меня с ней не было вот поэтому поэтому решать вам какие зубки ставить вы знаете там мы пока там ждем например очереди своей до пришли в больницу ну и много больных и все к этому доктору один мужчина я их вообще героями называйте которые удаляют все свои зубы ставят импланты для меня это люди герои и вот мужчина приехал с германии с женой он значит удалил себе все зубы у него нет ни одного во рту зуба и он поставил 14 имплантов и сейчас будет ставить металлокерамику потому что он говорит что же нет у жены тоже импланты и ставили циргонь цирконий но цирконий очень хрупкий и там некоторые зубы сломались общем она тоже будет стоять металлокерамику но дело не в этом он говорит что в германии один имплант 1300 1600 евро один имплант можете представить а ему надо 14 имплантов он горько не естественно в турции для меня это намного дешевле и коронки намного дешевле и импланты намного дешевле еще если у вас например такой объем работы вот как у меня много нужно ставить коронок то вам сделают скидку то есть мне сделали скидку скидку хорошую сделал доктор спасибо ему я хочу сказать что вы знаете в этой клинике по-божески мы звонили во множество клиник узнавали что почем значит импланты нам сказали наш немецкий имплант тоже в мазетле из клиника нам сказали девять с половиной тысяч но это халилу надо мне пока еще не надо имплант значит девять с половиной тысяч потом металлокерамика от 1800 лир и выше и цирконий от трех пятьсот и выше значит и лечение если вам надо и удаление мне это все не входит а здесь мне сделали скидку здесь у меня уже все вошло и лечение удаление и рентген и все уже вошло в эту сумму который доктор сказал со скидкой вот так что я говорю как-то звонила в клинику и там русская русскоязычная женщина работает она мне сказала 2000 за металлокерамику это очень дорого такой цены нет даже во многих турецких клиниках нет такой цены как она мне сказала мы довольны этими ценами цены очень даже неплохие цены хорошие и халилу также сделали скидку на имплант и на коронки вот потому что у меня очень большой объем работы поэтому естественное мы сделали скидку на имплант вот так что друзья вот такую вот экзекуцию я сейчас переживаю завтра мне опять идти на экзекуцию ну что делать надо терпеть буду терпеть никуда от этого не денусь вот такие вот дела вроде бы все рассказала я завтра буду у врача покажу вам врача покажу вам клинику она находится мезет ли напротив макдональдса ориентир макдональдс вот макдональдс сразу через дорогу напротив эта клиника надеюсь на хороший конечный результат что мне все понравится что я буду довольна новыми зубками ну спасибо большое что были со мной смотрели это видео увидимся в следующих видео всем пока пока